Сотрудники отдела управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми совместно с представителями инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд по студенческим общежитиям с целью еще раз напомнить молодым людям об опасности разного рода игр с наркотиками. В ходе таких мероприятий осуществляется мониторинг досуга учащихся, проверяется их физическое состояние и главное, проводятся профилактические беседы о недопустимости употребления распространения наркотических веществ. Многими подростками предложение разложить по городу разноцветные мешочки и не попасться воспринимается как азартная игра, тем более что параллельно можно заработать неплохие деньги. На это и рассчитывают черные работодатели. Обычные месяцы они проходят, как несостоявшиеся наркокурьеры попадают под наблюдение милиции, за которым следует задержание. Вот тогда и приходит осознание, что это не игра, а реальная жизнь, но как правило происходит это слишком поздно. Сами ребята рассказывают, что им неоднократно поступали предложения от злоумышленников, но молодые люди твердо знают, что наркотики – это зло. Добрый день, не хотите заработать, ты думаешь, что это просто какая-то по заработок, разносить листок, но потом поступает такое предложение по закладке, 1-2 пакетика, грамм, цены пишут тоже. Но ты отказываешься, они в течение всего некоторого времени опять пишут. Это губит наше здоровье, но это зло. У тебя не будет нормальной жизни, ты ее сам испортишь и не сможешь, скорее всего, иметь потом детей, если будешь употреблять наркотики. Главный герой рейда – собака Бетти. Опытная ящейка заглянула в каждую комнату, чтобы проверить их на наличие запрещенных веществ. К счастью, найти ничего подозрительного ей не удалось, зато получилось стать любимицей жильцов общежития. Наказание за незаконный оборот наркотиков в Республике Беларусь справедливо серьезное. Уголовная ответственность наступает с 14 лет, а кодекс позволяет заключать в тюрьму наркозбытчиков сроком вплоть до 20 лет. Из статей, под которые можно попасть, просто подержав в руках пакетик с запрещенным веществом, множество. Например, статья 328. Хранение, изготовление, перевозка или приобретение наркотических средств без цели сбыта, наказываясь за лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Казалось бы, ничего сделать не успел, а уголовное дело уже заведено. Профилактика от правоохранителей – дело нужное, но огромная роль отводится семье, родителям. Какая бы работа правоохранителями не проводилась, главную роль в воспитании законопослушного гражданина выполняют родители. Уважаемые родители, не игнорируйте странное поведение детей, изменение их настроения, внешнего вида. У ребенка могут появиться новые дорогие вещи, которые вы им не приобретали. Берегите своих детей, ведь главный авторитет для ребенка – это родители. Александр Богданович, Андрей Ищерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.